итак здравствуйте мои многоуважаемые хорошие друзья сейчас я буду показывать рассказывать наконец-таки это видео как же нам с вами понять что с нами с нашей модели происходит как ее правильно тренировать где останавливаться сколько эпох нужны для оптимальной тренировки какая модель лучше то есть хардвест делу крип манга крип крип очень много моделей 5 моделей 6 вообще то есть еще новую сейчас модель скоро выходит сейчас вам все покажу расскажу наглядно на график никого субъективного мнения все сейчас будем смотреть на цифрах и понимать как это происходит самое главное сейчас я вам буду рассказывать как это делать на своем компьютере с возможно скоро скрипт обновиться на козле вы сможете сделать на карте на коллабе я знаю можно сейчас даже включить галочку просто сбор и вас будет она то есть показано это график будет в онлайне риса паций показываться здесь то же самое сейчас вам покажу как на компьютере это сделать и так вам кстати сильные мощный компьютер не нужно может даже в принципе на слабенько компьютере это все смотреть то есть здесь мощности компьютера не важны здесь главное просто скачать вот это все и смотреть итак скачиваем рвисе нашу если у вас на скачано уже отлично там гайды есть самый первый вообще урок и на канале рвисе как скачать просто и скачать если на компьютер своем собрали сделать и вам нужно скачать visual studio код то есть вот сейчас я вам покажу вам нужно будет скачать visual studio код и так вот скачала visual studio код и нам нужна будет наша папка рвисе бета и нам ее нужно просто перетянуть сюда вот просто копирование и у вас создастся новое окно которым у вас появится вот ваша директория со всеми каталогами принципе и здесь все в общем видно что нужно сделать нам нужно здесь командной строке написать несколько команду здесь внизу смотрите то есть сейчас я вам не истории их достану то есть самое первое это у нас python минус м вен в вен в напишем то есть мы создаем среду разработки по это чтобы не затрагивать основную айт для этого потом мы пишем с вами команду всем сам найду вот это а . men screen активы то есть мы активируем эту среду разработки потом мы с вами устанавливаем cancer board то есть keep install cancer board здесь вот можете наблюдать все мы с вами установили cancer board и самая основная потом команда которая запускает наш танцор борт the sensor board минус минус лог дир локс то есть мы прописываем что мы обращаемся к нашей папке вот этой логе локс вот она у нас папка лога и что я хочу открыть вот эту папку что хранятся в ней после этого мы с вами просто нажимаем тот же самый enter к если у вас такая ошибка вылезать когда повторно открываете то есть вы не активировали среду то есть тут нажим написать минус вен скрипт актовей то есть активировали его и теперь открываем так все вот нас ссылка появилась видите нажимаем просто control и на кликаем на эту ссылку и у нас браузере открывается эта ссылка так сейчас вы понять в каком вот здесь вот она у нас открылась и так сейчас самое главное самое главное смотрите снимаем все эти галочки здесь написано round видите то это нажимаем сюда и снимаем все их потом здесь нажимаем лосс и вытаскиваем несколько графиков самых важных лосс d total нажимаем вытаскиваем внизу здесь next кнопка или станция вниз здесь next два раза нажимаем next и здесь вытаскиваем лоз гфм лоз гкл лоз гмл и лоз г татал все мы вытащили теперь не у нас появились внизу здесь есть настройки вот настройки если он нажмем здесь релад дата то есть если вы можете запустить это окно в онлайн режиме то есть у вас будет тренироваться модель и вы прям в онлайне можете смотреть как ваш график отрисовывать то есть можете эту галочку поставить через сколько секунд он будет отрисовывать сейчас я ничего не тренирую я могу снять как settings здесь самое важное наверное вот сглаживание и сортировка сортировка ставим на descending а здесь смог 085 примерно что-нибудь типа такого 09 чтобы сглать немножко углы потому что у вас самом начале будет если вы включите вот такая билиберда вот такая и здесь ничего особо не понятно будет то здесь ставим сглаживание где-то 09 я рекомендую ставить итак давайте разберемся с вами по графику что значит каждый из этих графиков самое интересное самое интересное и понятно я в этой программе уже собак можно сказать съел я в ней как дома нахожусь я знаю что где здесь куда нажимать и что другое какое здесь график значит я могу рассказать про все вот эти вот 32 графика если вам нужно но я считаю что что вам не нужна и 32 графика самое важное вот эти пять графиков что они значат первый гладь график lost the total давайте представим я не буду вам объясняться вот что это детерминант чего не сидит ли давать чем там пространство и так далее детерминант чего не другого я объясню максимально просто что это такое lost the total допустим мы с вами играем на гитаре идем на уроке игры на гитаре и lost the total график от показывает насколько сколько ошибок мы сделали в уроке то сколько мы взяли неправильных аккордов уроки то есть в первом видите уроке мы взяли с вами вон 4 и 2 2 то есть 4,2 то есть какой-то ошибки нас было во втором уроке мужа три целых восемьдесят одна сотая сделали ошибки и этот график ведь постоянно снижается то есть с каждым уроком мы с вами играем все лучше и лучше то есть это показывает наш а про прогресс но он так сказать сколько конка в конкретном уроке мы сделали ошибок с вами вот так вот лосс gf тоже достаточно таки интересный график он показывает насколько от уроку к уроку мы совершенствуемся насколько мы делаем меньше ошибок от урока к уроку то есть от вот ведь первый урок у нас было 16 5 во втором уже мы лучше стали играть лучше 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 здесь эти наверх график попался вам сейчас расскажу почему он так попался пока дальше разбираем графики lost гкл достаточно тоже занимательный график он показывает допустим вот у вас есть какой-то вы воображаете как должна звучать ваша мелодия в голове и как раз таки вот lost гкл показывает насколько она близка к тому что вы задумали своей главе ведь сначала на вообще не не похоже потом лучше 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 и все ниже 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 этот график то есть он снижается то есть улучшается и чем он приближается ближе к нулю тем вообще идеально значит как как вы задумались своей голове сыграть так вы и сыграли здесь пока есть какие-то отклонения lost gmail график он показывает допустим темп у нас есть темп музыки то есть мы играем 120 например довольствами 60 ударов в минуту по струнам насколько мы отклоняемся просто насколько мы держим эти 60 ударов то есть мы можем там где-то 65 где-то 70 сыграть и насколько мы стабильно держим эти удары то есть чем меньше тем лучше и самый главный график самый главный lost g total что показывает lost g total lost g total показывает как вообще насколько мы вообще херово играем насколько мы фальшивен с вами то есть это самый главный график где мы будем по нему определять перри тренированdramatic нашей модели то есть не значит хорошо что если этот график падает этот падает этот падает это растет не значит что мы еще можем тренироваться loss get total объединяет все себе графики и показывает насколько мы вообще можем куда-нибудь двигаться до дальше я могу еще принципы про все эти графики вам рассказать то есть 10 20 чем-то штук если вам интересно но я не буду рассказать я расскажу сначала про эти графики от графиков и так я сделал тест на всех моделях то есть hard west и м манга dio creep включаем все эти графики а здесь было сделано 600 эпох то есть я сделал потратить потратил примерно 5 часов времени на одну модель то есть я всего потратил на этом 25-30 часов чтобы просто отренить один одно и то же одни и те же дорожки один тот же дата сет был использован одни и те же все настройки только менялась а модель разделения то есть hard west и манг манга creep deal и creep давайте смотреть мы пропускаем сразу вот эти графики и возвращаемся сразу же к нашему самому главному графику lost get total что он показывает почему он говорю что hard west лучше что что я считаю смотрите hard west на последнем месте он он ведет у нас практически везде смотрите кстати я забыл сказать здесь у вас написано витя от 1000 внизу вот 1000 2000 3000 4000 а здесь стоит модель сохранять логи каждые 200 миллисекунд а вот эти тактов можно так сказать то есть чтобы узнать конкретно какая это эпоха если вы хотите вам нужно разделить где-то на 12 то есть 1000 12 если мы делим это где-то восьмидесятая эпоха или что-то типа такого там 85 возможны и так далее то есть вот так вот мы считаем с вами и так смотрите то есть на ну будет считать округлять до 100 как будто сделал здесь 700 эпох на 100 эпохи а то есть hard west лучший на 200 hard west опять лучший на 300 hard west опять лучший дальше на 400 pm и hard west там они между собой где-то там сражаются здесь опять на 500 hard west лучший и опять на 600 и hard west лучший то есть самый лучший метод это hard west ребята hard west он наилучшим образом делит наши песни для тренировки это не я сказал не мое личное мнение это мне сказал так компьютер это по графику видно то что этот эта модель самая лучшая возможно вы там не видели вот так вот давайте вам покажу вот смотрите hard west лучше hard west внизу видите сам то что у нее у нее самые лучшие показатели то есть я могу ее график поменять допустим на конец вот такой ядовитый видите она внизу идет она в самом низу идет и только в одном месте ее здесь к пи м как-то там перебил во всех остальных местах card west он это лучший метод деления лучше метода нету деления hard west ребят есть еще смотрите с вами модели а сейчас вам одну штучку еще покажу так что еще я хочу сделать вам сейчас показать хочу у нас с вами в программе rvc сейчас открою файл один тут покажу вам открыть в коде смотрите в коде у нас здесь используется модель пролистал адам в то есть у нас здесь метро метод оптимизации используется адам а w то есть адам w и метод оптимизации это есть лучший метод оптимизации я смотрел в интернете нашел в принципе есть метод оптимизации див град называется он лучше смотрите адам он лучше адама где-то насколько здесь ну процентов на 5 где-то то есть еще будет у нас отлич отличаться еще в лучшую сторону наша модель будет ползти вниз если мы из будем использовать див граф эту модель я ссылочку оставлю можете почитать здесь всякие расчеты есть исследования и почему типа див граф считается лучшая то есть моделью для машинного обучения всего этого я не знаю почему адам в то есть используется ресурс она потребляет одинаково ребят то есть и на большой дистанции то есть на сотни датасетов а у нас не сотни датасетов ребят даже если вы загрузили аудио файлов не знаю 10 минут вам кажется что у вас там тремя файлами это все нет это все не так потому что наш файл разбивается сейчас я вам покажу на что он разбивается просто на какое-то безумное количество файлов вот ваш файл вот это 10 минут аудио он разбился у меня на двести шестьдесят три файла то есть а здесь на сотни считалось лучше и он уже опережает нашу модель то есть див граф я попробую его вот эту модель идти в градускую то есть ссылочка на гитхаб принципе есть вот официальная репозитория я попробую перенести вот эту модель на нас то есть ада адам в м с да адам w мы заменим на див град и так что такое я вам показал что вообще такое как следить вообще за вашим моделью теперь я вам давайте покажу где останавливать тренировку и что такое же перетренированность я сделал не поленился она двух тысячах эпох прогнал голос давайте смотреть вот это 2000 эпох так выглядит то есть на 35000 просто написано так давайте тоже пока свернем и так что такое перетренированность смотрите наш первый график вспоминаю сколько мы делаем от уроки ошибок смотрите ведет вниз вроде все нормально смотрите 4 3 с половиной тут у 3 даже меньше два с половиной может смотреть на два с половиной дошли практически не ошибаемся а вот этот график у нас ползет вверх то есть как мы от урока к уроку с вами прогрессирую то есть мы с вами от урока к уроку вот после этого момента не прогрессируем у нас ошибки наоборот прибавляются как мы видим здесь total гкс насколько мы слышим насколько насколько мы воображаем себя насколько мы спроизводим это в реальность идеально смотрите график какой экспонента все это в другую сторону идеально идеально здесь тоже лоз гмл идеально смотрите мы с вами прям ритма соблюдаем прям меньше меньше прям . в точку или а как смотрим график лоза га тотал вот действие начинается уже вся жестючка смотреть мы опустились с вами и вот это самая нижняя . после этой точки у нас видите каждая другая вот эта нижняя . она ниже чем вот это она выше точнее чем вот это смотреть это значению этой точки 20 39 25 вот здесь написано я не могу вам показать если только вот смотрите видите 39 25 то есть здесь у этой точки нижней уже 40 15 то есть на единицу все равно больше здесь 40 62 здесь вообще 41 уже получается самое оптимальное на этой модели нам надо было остановиться вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь дальше идет перетренировка мы не улучшаем нашу модель мы дальше ее начинаем ухудшать это и называется перетренировка почему так это вот этот график мешает почему этот график растет потому что я взял не настолько обширный голос какой он есть я может здесь не взял баса я не взял здесь тенна я не зады сопрано что-нибудь здесь я не взял голос здесь у меня монотонный здесь нету эмоции здесь нету криков здесь нету не знаю плаксивы здесь нету что вот так вот говорю здесь нет что я вот так говорю и нет где нет меня кричу там ару и так далее это монотонный голос он уже обучился максимум на что смог вот здесь вот 500 здесь я проверял то есть здесь у меня была модель сотка то есть взять каждое сохранялось а примерно здесь надо делить на 200 то есть если написано 5600 я делю на 200 на на 24 на 20 нам делить то есть 5600 делю на 20 280 то есть мне нужно было остановиться на 280 эпохи и так почему я всем говорю 200 300 эпох по потому что вы не найдете такого большого количества разнообразия голоса который вы сможете дать программе дата сету артисты или как они поют артисты все ваши друзья как разговаривают они разговаривают в одном стиле у них они не могут перейти от басок сопрано допустим это слишком большой диапазон голоса мы не сможем этот диапазон голоса взять и поэтому я вам говорю вот это обычный голос обычный голос тренировка 280 эпох было достаточно чтобы обучить хорошо если вы думаете что вы возьмете больше допустим диапазон голоса сможете взять намного широкий намного шире чем я пожалуйста делайте возможно у вас здесь будет там ну 350 400 эпох 500 эпох ну видите дальше перед тренировкой идет голоса больше не значит лучше ребят главная ширина голоса как улучшить и вот этот график что нуждят более широкий голоса под этим если я выдам более широкий голос он будет оставаться намного вот больше в этом положении вот этого затишки и не поползет так вот вверх здесь он дальше видите все знает уже то есть ему не не на чем больше тренироваться и вот здесь тоже самое график показывать смотрите вот минимальная . 5 600 5 600 было здесь у нас 5 600 из-за этого графика вся наша модель портится потому что у нас нету настолько широкого голоса и поэтому она тренировался уже на какой на 280 эпохи все просто я надеюсь я вам понятно объяснил это этот график то есть здесь все максимально просто если вы хотите оценить насколько ваша модель хороша просто скиньте себе логи вот эти файлы откройте их и посмотрите где вот этот нашу пик вот этот вниз самый низ видите здесь ну дальше уже идет наверх все там ухудшение идет голоса и поэтому если мы сравниваем с вами вот эти все модели нужно выбирать наилучшую модель наилучшая модель у нас идет с вами hard west то есть он самый нижний график манга крип его не может не может опрокинуть не может его просто манга крипа прокинуть по что hard west самый лучший если мы еще сюда закинем вот этот модель как она называется див див град мы еще с вами опустим модель и еще лучше у нас с вами будет голос приближен к оригинальному можем меньше ошибок допускать так что ребят я надеюсь я вам все понятно сегодня объяснил сколько наконец-таки вы теперь узнаете тренировать от ваш голос почему я говорю 200-300 эпох вы надеюсь поняли сейчас из этого урока надеюсь очень сильно наконец-таки вы с вами поняли как оценить голос наконец-таки вы поймете вот tensor board как с ним работать что она обозначает я вот реально уже очень долго с ним работаю и вот чтобы эти все графики понять что они обозначают меня ушло очень много времени это я считаю самый полезный я контент который я могу дать а по анализу машинного обучения то есть хорошо вы можете где-нибудь другом месте посмотреть а как тренировать эту модель но вот эту информацию как посмотреть насколько вы ее хорошо тренировали никто вам больше не даст так что ребята всем большое спасибо кто смотрели подписываемся на канал ставим лайки телега тоже в описании обнял так приподнял покружил постоял на место как всегда всем удачи и хорошего дня